Друзья, всем доброе утро. Прекрасное утро. Идет небольшой снежок. Я в парке. С кем? С другом, правильно. Хорошо, когда что? Да. Друг собака, а не собака друг. Или наоборот. Ребят, хочется прояснить ситуацию по поводу вчерашнего обращения на родного депутата в соцсетях. И вот был там такой кусочек, что приглашаем всех на обсуждение Покровского марафона. 2020, но не приглашаем тех, у кого есть задолженность по коммунальным платежам и по аренде коммунальной собственности. Ну, я так понимаю, что камень был брошен в мой огород. Ну, что скажу. Не святой, не святой, да, как и многие из нас. А причину вы, я думаю, подумаете и ответите сами, почему же мы вот плохо так живем. Не потому ли, что у нас вот такие депутаты и власть такая, вот знаете, это все противостояние началось еще тогда, когда я осенью начал задавать вопросы, куда пойти в Покровске, да, потом, не коррумпирована ли у нас власть, вот последний, один из последних опросов, где 95%, ребят, на секундочку, 95% вопрошенных ответили, что власть все-таки коррумпирована. О чем мы говорим? Ну, то есть, власть скоррумпировала все, что могла скоррумпировать, в том числе, вот сейчас идет отжатие марафона, но, я, честно говорю, вот, у меня были какие-то волнения, эмоции, чувства, вот, хотелось как-то все будет, как будет, будет два марафона, два марафона, ребят, один будет марафон заставленных, вот, кого заставили, да, вот, вчера я встретил в Экомаркете Дорошенко Леню, и Леонид мне говорит, я говорю, Лен, ну, что ж ты творишь? Я говорю, какая страничка, неужели там есть две странички, на подписчиков по 600 человек, на одной 600, на другой 900, что ж ты создал новую страничку? Меня заставили. То есть, смотрите, лайкать заставляют, странички создавать заставляют, из друзей меня удалять, заставляют, вот, только что бежал Дима Мацигора, подбежал к нему, и, знаете, жду реакцию, он меня обнял, говорит, привет, братуха, ну, а вот этот братуха, Дим, прости, если ты считаешь меня братом, ну, так добавь меня обратно в друзей, а зачем, зачем ты по команде удаляешь меня из друзей? Смотрите, что еще? люди просто-напросто вызывают к себе на ковер Ирина Вячеславовна Сущенко, Руслан Валерьевич Требушкин, еще там третий, один из братьев, ну, неважно, то есть, и песочат людей, промывают мозги, вот какой, Головко плохой, он перешел на сторону противника, ну, на светлую сторону, перешел, Головко, на секундочку, говорю сразу, Головко перешел на светлую сторону, он просто убежал от вас в момент, ну, для меня было вот самое, самое страшное, когда в вопросе нам подсунули 700 ботов, это манипуляция, манипуляция мнением людей, это, ну, я не знаю даже, как это назвать, это не по-мужски, это не по-человечески, это не есть правильно в моем понимании, так что, друзья, если вас вызывают в кабинет, рассказывают там обо мне какие-то пакости, гадости, если вам сказали, что надо удалить меня из друзей, если, ну, знаете, лучше наберите мне, позвоните, напишите мне, ну, да, все мы не без греха, я понимаю, что есть накопать, если копать, можно что-то обо мне накопать, но вот так, как ведет себя народный депутат, это низко, это не уровень народного депутата, ребят, но я просто вам хочу сказать, что рано или поздно все оно выйдет наружу, и вот сегодня у нас сессия, да, и у нас будет протягиваться финансовый вопрос 700 тысяч на иллюминацию, ребят, задумайте, что такое 700 тысяч и что такое иллюминация, да, это иллюминация, если купить, хватит вот от этого места прямо в Донецк к памятнику Ленина, да, дотянуть, то есть на эти деньги, ну, представьте, если даже купить хорошую по 20 гривен, это 35 километров, хорошую иллюминацию, оптом купить, это 35 километров, можно запутать всю площадь Шибанкова, всю площадь Шибанкова, а у нас иллюминация, вот это чудо елки, за лям, елка за лям, стоит 700 тысяч, ну, просто, люди, думайте, и бегите, выходите на пробежку, и бегите от этого депутата, из этой команды, пока не поздно, ну, честно я вам говорю, я вот, ушел оттуда по соображениям совести, действительно, может, кто-то сейчас скажет, что поздно она у тебя проснулась, или, что ж ты делал, когда бегал рядом, ну, знаете, в распиле средств не участвовал точно, да, ни одного подряда не выполнил, но хотя, хотя, был шанс, вот, и, что хочу сказать еще, ребят, в заключение, ну, вот, мы не останавливаемся, мы каждую субботу выходим на 9.00 на пробежку, набирайте меня, пишите мне, выходите со мной на пробежку в любой из дней, сегодня у них пробежка 8, я не знаю, кто там будет, ну, вот, я пробежал в 7 утра, мы возвращаемся уже домой, потому что 8 уже нужно идти на работу, развозить детей в школу, так что, я не смогу с ними поприсутствовать 8, хотел бы, конечно, задать им ряд вопросов, вот, и, почему в том числе меня не пригласили на совещание по марафону, ну, значит, будет два марафона, марафон свободных людей, марафон заставленных людей, все, всем привет, удачного дня, классной вам недели, в субботу на 9.00 на пробежку, явка обязательно.